Добрый вечер, в эфире ток-шоу В студии по традиции присутствует мой коллега-соведущий Дмитрий Михайлов. Дима, здравствуй. Добрый вечер, Мария, добрый вечер, уважаемые гости, дорогие телезрители. Сегодня у нас сразу два интерактивных опроса для телезрителей. Ответить на вопросы одного из них можно по телефону. Я попрошу вывести на экран сейчас наш интерактив телефонный. Итак, задаем следующий вопрос. Насколько, по вашему мнению, в нашем обществе развита традиция заботы о более слабых? Если вы считаете, что в данном случае всех нужно воспринимать на равных, звоните по телефону 7978-40590. Если полагаете, что надо помогать, в первую очередь, когда об этом просят, звоните по телефону 978-40591. Ну а если считаете, что бесконечные уступки слабым – это предательство сильных, звоните по телефону 978-40592. Ну и еще более конкретный вопрос мы задаем в соцсетях, в частности, в группе «Все как есть» и в группе телеканал «Первый Крымский ВКонтакте». Там у нас опрос звучит следующим образом. Чего не хватает людям с ограниченными физическими возможностями для нормальной жизни в Крыму? Три варианта ответов. Либо льготы пособия от государства, либо понимание со стороны людей и общения на равных, либо удобство передвижения в общественных местах. Голосуйте в наших опросах, задавайте вопросы гостям в студии, это можно сделать либо в комментариях в соцсетях, также у нас есть еще группа в Фейсбуке, например, и либо позвонив по телефону студии в Симферополе 600-909. Не будьте равнодушными, давайте присоединяйтесь к дискуссии. Обязательно озвучим ваши вопросы, правда, присоединяйтесь к нашему эфиру. Я бы начала с Андрея Николаевича Ивкина, приглашаю вас к микрофону для обсуждения. Андрей Ивкин, глава администрации города Саки, в прошлом первый заместитель городского головы САК, депутат САКского городского совета 4-го созыва. Занимал должность первого заместителя директора САКского центрального военного санатория имени Пирогова, заслуженный строитель автономной республики Крым. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Шли-шли, дорвались вы до власти, вот главой стали. САКи называют городом инвалидов. Все ли, по вашему мнению, создано для нормальной жизни особенных людей именно в САКах? Как вы считаете? Ну, я думаю, что столица инвалидов не в кавычках, потому что действительно город САКи 250 лет существует как курорт на основе сакских лечебных грязей, и все войны и последствия войн, начиная с 1835 года, который вела Российская империя, они все проходили излечение на курорте САКи, который под эти цели был сделан. Это первый курорт, грязевой курорт на юге Российской империи. Работали великие хирурги, великие ученые, врачи, которые создали... Не, ну про САКи-то мы знаем, мы любим, конечно, это и сакс-курест. И поэтому сложилась определенная общность людей, которые называются граждане города САКи. Потому что я думаю, что проблема и решение в следующем. Вообще проблема с двух частей состоит. Первая – это социальная проблема реабилитации и физическая проблема. Первая социальная – это душа и сердце, которые пропускает каждый гражданин на территории города САКи через себя эту боль. И вторая – это материально-технические аспекты, которые позволяют человеку с ограниченными физическими возможностями передвигаться, скажем, по территории, пользоваться всей услугой этой территории, доступностью этой услуги. Поэтому как бы этих два аспекта можно... Вот давайте на этих двух аспектах остановимся. Как долго вы в САКах живете? Я родился в САКах, и мои предки родились на территории, 300 лет живем в городе САКи. Как давно в городе перестали глазеть на людей, на колясочников? Я себя помню с младенчества, никто никогда на них не глазел. У меня члены семьи моей после войны, которые вернулись, были людьми с ограниченными физическими возможностями, шейниками были. Поэтому это в семье моей, как бы с самого детства. Александр, я к тому, что если в САКах люди привыкли, то в Симферополе не очень. Ну, конечно, если мы сейчас будем сравнивать два муниципальных образования или два города, конечно же, у САК тут есть преимущество, потому что у них уже есть история, там есть здравницы, и там, собственно говоря, весь Советский Союз, та великая держава, которая у нас была, в которой мы жили, это действительно, как уже отмечалось, этот город был создан для этого. И, конечно же, люди и психологически были готовы к тому, что в городе, скажем так, людей с ограниченными возможностями достаточно больше. Что касается города Симферополя, конечно, мы прилагаем определенные усилия, городские власти, но здесь, конечно, сравнивать очень тяжело. Марина, ну, получается, вот с точки зрения психологической подготовленности, более развитое общество в САКах, оно более адекватно реагирует на людей, да, других, скажем так. Вы знаете, я думаю, что у каждого города есть свое предназначение. Особенности, да, какие-то. И люди живут этим менталитетом, если Ялта предназначение отдыхать, или там, да, и там основная идеология этого города – отдых, и все настроены независимо от времени года. И колясочников в Ялте на набережной тоже воспринимают, как людей приехали отдыхать. Если Епатория – детский курорт, то да. Да, да, и поэтому сравнивать, наверное, и города, и людей, живущих в городах, некорректно. Мы можем говорить только об обществе, ведь каждое общество на каждом витке своего развития имеет свою культуру, а культура проявления отношения к людям, которые нуждаются в защите и помощи общества. Анатолий, вы что можете сказать, может быть, в каком городе наиболее комфортно, может быть, вам себя чувствовать? В САКах, да. Определенно. Да. Андрей Николаевич, на этой неделе прошла конференция инвалидных организаций у вас, да, и вы тоже были на этой встрече. Какой исход, о чем шла речь? Ну, скажем так, данный формат готовился очень долго, в течение трех месяцев люди, скажем так, председатели общества, сами общества, их более десяти у нас обществ, которые защищают интересы людей с ограниченными физическими возможностями по всем направлениям. Это же не только инвалиды первой группы, и конкретно шейники, опорники, это же люди по слуху, по зрению. Это очень много, большая категория. И формат должен был свести с тем, чтобы создать некий союз инвалидных организаций, который представлял этот союз, представлял все слои и разрезы, скажем, этого сложного общества в каком-то определенном совете. Ну, прений много, всяких много, скажем так, предложений. В результате был выбран совет, председатель, но опять этот формат рассматривается, потому что каждый считает себя инвалидом, более инвалидом, понимаете? А вы поддерживаете создание таких обществ? Мы поддержим создание общества, чтобы союз данных организаций мог четко отрабатывать концепцию под каждую группу инвалидности, под каждое направление. Не просто вот я опорник, и мне надо это. А что делать человеку, у которого слабый слух, слабое зрение, онкологические больные и все такое прочее. Ну, вот вообще, как показывает практика, да, вот эти все общества, и так уже их 10 обществ, еще и какой-то союз создали для того, чтобы прийти, там, не знаю, может быть, и какие-то денежки за это получать, понятно, может быть, кому-то и помогать. Вообще толк от этих, как вы думаете, союзов, он вообще есть? Толк есть, конечно, и я эту идею тоже поддерживала на уровне республиканских организаций. У нас их тоже достаточно много, они все сильные, у всех свои уставы, у всех свои цели и задачи, и каждый из них работает по своим направлениям. Но вместе, когда мы объединяемся, у нас есть общая задача помочь всем гражданам, имеющим инвалидность. Это значит, советы в подготовке каких-то законодательных актов, которые помогают жить таким людям. Это общие взгляды, потому что у них общие проблемы, правильно? Проблемы со здоровьем у каждого из них разные. И эти проблемы создают, как раз-таки мы должны создавать для них, для каждого вида на залоге заболевания, свои особенности. Но общая цель у них у всех должна быть разная. Сегодня все наши общественные организации инвалидов и ветеранов в том числе объединены Советом по делам инвалидов при председателе Государственного Совета. Это уже традиционная такая форма нашего общения с общественными организациями, решение проблем инвалидов в республике. Она действенная форма, в свое время была. Только Госсовет сегодня не пришел. Вот Маленко в командировке и председателя Госсовета нет. Поверьте, они все в теме. Мы очень плотно работаем с комитетом. Комитет подставляет во всем плечо и работает с общественными организациями. Все до тонкостей. И Наталья Федоровна, и все члены комитета знают все. Это мы знаем, Наталья Федоровна знаем, как специалисты, конечно. Я думаю, что и Наталья Федоровна увидит передачу и поддержит все мнения, которые здесь будут высказываться. И мы возьмем на вооружение, если будут высказаны какие-то замечания. Но то, что нужно... Может ли государство помогать субсидировать вот такие общественные организации? Ну, во-первых, мы помогаем. И в республике всегда была поддержка общественных организаций, инвалидов и ветеранов. Выделялись определенные средства на проведение их мероприятий. И сегодня в программе социальной защиты заложены такие средства. Кроме того, в этом году еще и принята программа поддержки некоммерческих социально-ориентированных организаций. Эта программа реализуется во всех субъектах Российской Федерации несколько лет. И мы в этом году победили. Об этом вы расскажете на выставлении. То есть, да, эта же программа предусматривает финансирование всех общественных организаций, в том числе, которые и защищают интересы людей с инвалидностью. Они имеют право участвовать в конкурсе программы. Вот уже первый конкурс будет объявлен, вывешен на сайте министерства. Я предлагаю всем некоммерческим организациям проследить за объявлением конкурса. Мы уже подготовили информацию на сайт. Это значит, люди получат, эта организация может получить определенные средства, реализовывать свои программные действия и в том числе на защиту инвалидов. Анатолий, ну вот кто-то, есть общественные организации? Или все-таки помогают ли вам общественные организации? Или все-таки это отдельные люди, которые готовы? Нет, это пока отдельные люди. Отдельные? Да. Мы задали, Андрей, предлагают... Я хотел просто Елену Васильевну дополнить по поводу патроната и представителя государственного совета Владимира Андреевича. И вот последнее наше событие в день России, 12-го числа, под патронатом главы республики Сергея Валерьевича Аксенова был проведен марафон, 11-й, всероссийский, они его называют, правда, всеми... Ну, международный. Международный, да. Ну, может быть, это и так, потому что были и с Америки представители. И буквально 12-го числа полумарафон, марафон состоялись эти под патронатом главы республики. И, опять же, этот весь формат 25 лет делает инвалид первой группы Виктор Коваленко, который с 89-го года их проводит. То есть активная жизненная позиция у человека, который организует данные вопросы, он, как бы сказать, ну, стойкий, он боец. И для него инвалидность не остановила жизнь, его спортивную жизнь и всякую. То есть человек борется, человек организует, и... Таким людям просто, да, они беспокойны, им приятно помогать, им приятно подключаться в их дела, как бы их общество понимает. Их общество понимает, они с удовольствием слетаются со всей Российской Федерации, участвуют, у них там свой формат, и такие активные люди надо, конечно, поддерживать. Вот Елена Васильевна тоже присутствовала. А как много, кстати, инвалидов стоят на очереди на получение жилья в САКах? Значит, дело в том, что вот Елена Васильевна сказала о программных документах, подписанных главой республики, где четко сегодня идет обследование каждого человека, значит, физическое обследование его условий. Сегодня идет и постановка на очередь, и земельные участки, и вся та работа, которая, чтобы улучшить бытовые условия, жилищные условия, сегодня происходит. Значит, сегодня порядка 300 человек стоит, но особенно... Вот несколько лет назад, года три было, 67. Значит, я сейчас вам хочу сказать, за последнее время очень много людей прибыло. Очень много. Вот за последний год у нас, ну, втрое увеличилось количество людей с ограниченными физическими возможностями, потому что им комфортно. И если это было, когда была Украина, им было некомфортно, потому что были какие-то ограничения, связанные с другими моментами. Сегодня мы Россия, сегодня пространство открыто, люди приезжают. У нас каждый день появляются новые активные люди, которые заявляют о себе. Вот я скажу, что буквально жилье и все остальное, что сегодня было в доступе, в продаже, они все это выкупаются. Люди приезжают, активно скупают, активно начинают на территории обживаться. Я сейчас дам их мнение. Я к чему про квартиру-то? Вот вы были сотрудником Сантория Бурденко, получили квартиру. Вы стали заместителем мэра тогда, Олега Клюя. Тоже, говорят, получили квартиру в городе, на улице Гайну, Динова. Это все говорят, поверьте мне. Что нет у вас квартиры? Конечно нет. И в Бахчисарайском районе дома у вас? В общем, много у вас недвижимости. Я к тому, что инвалидники стоят в очереди, а вы такой зажиточный парень. 53 года. И у меня 5 высших образований. И я каждую минуту в своей жизни работал. И у меня распорядок дня в 7 утра и неизвестно до скольки в течение 25 лет. Поэтому, наверное, за трудовую деятельность кто-то что-то должен иметь. А что касается инвалидов и что касается людей, которые нуждаются, это наша прямая задача сегодня, это все дать. Но я хочу сказать следующее, что свород Саки сегодня отличается тем, что у нас первые этажи все практически выкуплены людьми с ограниченными физвозможностями. И моя задача, и вчера, и сегодня, и завтра, это дать им дополнительно, минуя законную базу и всякую разную, дать им для средств их передвижения какие-то пристройки, пристройки, узаконить земельный участок, дать выход, значит, со своего жилья, с двух трехкомнатных квартир на улицу, делать пандусы, лифты и все остальное. И как бы вот в этом наша задача, как можно расширить больше сферу. Ну вот радует ваше направление, мысли, скажем так. Давайте посмотрим, тогда вам будет интересно. Мы задали на улицах города Саки вопрос, чего не хватает людям с ограниченными возможностями для нормальной жизни. Я вижу руки в зале, мы сейчас обязательно зададите вопрос. Давайте посмотрим мнение жителей города. Крым вообще, Саки, очень доступный город для колясочников. Мы из Москвы приехали, мы были в Анапе, там, конечно, гораздо хуже все. Дороги только бы сделать, и света побольше. Проходили комиссию, СЭК, ВКК, приезжали с Евпаторией, я живу в САКах, приезжали сюда, комиссия. Сейчас уже Евпаторию отменили, будут заставлять ездить в Симферополь, ни рук, ни ног. Это вообще кощунство, это ненормально, это забота. Нам вроде все хватает, все для нас делают, и в заезды, и в подъезды, и в любой магазин, пока что на почту, там никак нельзя. Плохие дороги и плохие пандусы, даже если они есть, они непригодны. Потому что если сбоку пандус, то невозможно зайти, надо, чтобы он был прямо в нарушении двери. Хороших дорог не хватает. Дороги в ужасном состоянии, ямы, грязь, лужи, дождь идет, не проехать, все заливает. Крым – это прошлый век. Что в первую очередь, чтобы не только на первом этаже, с пятого, с восьмого, с девятого этажа люди спускались спокойно. Пантусы эти сделаны были. Ну а в городе в этом самом, чтобы дома довели все-таки улицу курортную. Оно в центре вроде хорошо все сделано. В первую очередь транспорта не хватает. Да пантуса вообще нету. А если я не езжу, там крутизна такая, что на коляске не заедешь. Особенно в городе у нас вообще ноль делается. Может один пантус, это в прокуратуру сделано, и все. У меня руки не работают, я управляю подбородком коляске. Но мне выдавали эту коляску, я сам из Москвы, мне выдали там коляску. Знаю многих местных жителей, которые не могут себе позволить такие коляски. Не хватает в городе мастеров по ремонту колясок. Потому что вот я недавно, буквально неделю назад упал с коляски, вот мне сделали, ну некачественный ремонт провели. Может быть как-то город бы спонсировал, ну как датировал бы эти ремонтные мастерские, на зарплате бы человек сидел, он бы делал бы что-то. Именно город Саки, он очень приспособленный. Выезжали в другие города, и в Патторе, Симферополь, там уже нет. Ну если честно, досуга у меня не очень много. Но когда есть время и возможность, я с удовольствием, конечно, езжу на экскурсии, посещаю исторические места или просто на море. Для нас в мире один единственный – это Саки. Я 26 лет нахожусь здесь. Приезжаю, уезжаю, приезжаю, уезжаю, лечусь, отдыхаю и так далее, и так далее, и так далее. А самое главное – отношения с людьми. К нам очень-очень внимательны, себя спокойно чувствуешь, довольно прилично и так далее. Спасибо вам. В общем-то, есть и проблемные вопросы по поводу дорог. Мы уже тут обсудили, что люди, наверное, в Симферополе не были, когда жаловались. Как у вас там дела обстоят? Дороги и дураки – это наше, как бы, понятно, всегда не радует нас. Но я хочу сказать, я всех этих людей, практически всех знаю, с ними общаюсь и понимаю их вопросы. Да, я про дураков. Почему? Потому что тот, кто делает пандус, ему четко даешь, как его делать, какие углы наклона. Ну, все есть по СНИПам и все такое прочее. Ну, иногда бывает, что предпринимательская среда делает это лишь бы сделать, отчитаться и забыть эту тему. А я вам скажу, что 20 лет назад, я когда был первым заместителем САГСкого курорта, да, это весь САГСкий, все САГСкие санатории, вот я был в 27 лет, пришел на эту работу. Для того, чтобы понять психологию и вообще понимание для себя, понимать, что такое инвалидная коляска, я на нее садился и ездил там, где ездят наши инвалиды, санатория Бурденко в частности, да, и понимал, что это как тяжело и как это все сложно. Кстати, премьер Аксенов тоже советовал чиновникам сесть на инвалидную коляску, проехаться и почувствовать это уже давно. Я так и знаю. И то, что сегодня действительно некоторые части города не приспособлены к тому, что говорят сегодня уважаемые наши жители и гости. Да, есть такое дело. Но я хочу сказать, что ни одной копейки финансирования централизованно для доступности не было за все 23 года. И хочу с гордостью заявить, что в федеральную программу целевую развития республики и Севастополя город Саки обозначен в строке, отдельной строкой развития курортного в курортном кластере лечебное Сакское озеро. И мы получили из федерального бюджета 6 миллиардов рублей. Кто может похвастаться еще в республике такими деньгами, не знаю. И самое главное, что 4,5 миллиарда из них, из 6, это на благоустройство, на доступную среду. Когда начнете осваивать эти деньги? Начинается освоение, уже оно начато. Значит, мы начинаем в этом году проектирование. 15 марта проектирование заканчивается, начинается реализация проекта. То есть к следующему году, сезону, собственно говоря, будут уже налицо изменения? Значит, реализация рассчитана до 2020 года. Но у нас план график таков, что мы 17-18 год будем давать уже результат. Хорошо, что вы даете реальные результаты. Сейчас, пардон, давайте... Маша, про эту улицу, чтобы мы не забыли, которую вы снимали, на которой снимали. Вот в эту улицу ложится федеральных денег, благодаря Сергею Валерьевичу, который проникся и дал в единственный город в республике, где на благоустройство деньги даются такого масштаба. 1,7 миллиарда рублей для того, чтобы вот наши уважаемые приезжие и жители города чувствовали себя на этих улицах и следующих улицах комфортно и понимаемо. Но, опять же, все не в улицах, если мы рассматриваем сегодня... Давайте сейчас по улицам. Подождите, по поводу мастеров инвалидных колясок, о которых сейчас... Две секундочки. О которых говорил вот парень в вопросе. Может быть, можно как-то это сделать именно на городской программе? Дело в том, что на территории санатория Бурденко, это Минздравовский санаторий, ну, все знают, что такое санаторий Бурденко, надеюсь, да? Да, да, знаю, можно, нам не обязательно. Ввиду его неудовлетворительной работы последних два года, значит, были закрыты... Сам санаторий работал очень тяжело. Сегодня выправлена ситуация, полная загрузка и все такое прочее. Там всегда было несколько мастерских конкретно по этим целям. И санаторий Бурденко по традиции, договоренностью с властью, они полностью осуществляли ремонт этих колясок. У нас местные жители, инвалиды первой группы, они имеют свободный доступ к данной санатории, помогают ремонтировать коляски и все такое прочее. И санаторий Бурденко сам дал эти помещения, мастерские. То есть сейчас там работают мастера? Они обязаны там сейчас работать. Все, понятно. У нас, пожалуйста, вопросы зала. Добрый вечер. Здравствуйте. Иван Плохотниченко, председатель Крымской республиканской ассоциации предпринимателей инвалидов. У меня вопрос, какого плана? Наша ассоциация совместно с Олегом Соколовым, активистом инвалидного движения города Исаки, в принципе привлекли инвесторов и в здании горы с полком администрации поставили подъемник для инвалидов. Огромное спасибо вам. Спасибо, надо говорить, инвесторам. Но до сих пор мы договаривались, что все здание администрации, прилегающая территория будет доступно. Проектная организация наша начала делать проект, но так как в одном здании находится и администрация, и горы с полком, то есть власть между собой не может договориться, кому взять этот на баланс подъемник, и кто может оплатить проектные работы и сделать здание доступности. То есть здесь особых уже денег для этого не надо, надо желание. В чем вопрос? А, или вы просто в курсе этой ситуации? Вопрос был в 60 тысячах рублях за проект? Да. Сакская городская администрация эти работы оплатила. Я не знаю, почему вы не знаете об этом. Сакская городская в лице меня оплатила проектные работы. На баланс здания я сам арендую третий этаж администрации у районного совета. Это их собственность. Вы сделали им подарок, мы оплатили часть других работ. Мы подарок сделали инвалидам города Саки. Подождите, инвалиды сегодня, инвалиды города Саки сегодня активно используют ваш подарок, поверьте мне. Могу сказать, что не оплачено до сих пор. Ну, мы сейчас не можем. Один говорит, не оплачено, другой говорит, оплачено. Давайте тогда уже после передачи уже будем выяснять, или потом вы видите, утверждаете. Последний к вам вопрос. Позвонили наши телезрители, занесли мне вопрос. Из Сакского района, село Уютное, пятиэтажный дом, нет спуска, подъема. Когда что-то будет делать, может есть какая-то программа, куда обратиться? Ну, я могу сказать селу Уютному, что они входят в муниципальное образование Сакского района. Вы не можете отвечать. Я могу с удовольствием помочь им, куда обратиться. Может быть, вы подскажете, куда обратиться? В администрацию районного совета. И у них есть поселковый совет, там прекрасный председатель. Я думаю, что... То есть эти программы тоже наверняка есть и могут им помочь людям? Конечно. Я хочу сказать о программе. В городе Саки уже долго существует. Мы не просто как слепые котята идем по жизни, мы идем системно. У нас есть программа, которая принята в 2006 году. Это... Сальфи-город, дарующий надежду. Да, курорт, дарующий надежду. Извините. Спасибо, Елена Васильевна. Я на другой вопрос просто... Курорт, дарующий надежду. Где 160 мероприятий системно разработанных и сегодня системно внедряемых. И те результаты, которые сегодня по программам федеральным идут, это результат системности, что они пришли сюда. Эти деньги для безбарьерной среды и для блага людей с ограниченными физическими возможностями. Сегодня прибывает в город Саки, прибывает сегодня людей с ограниченными возможностями, очень большое количество. Сегодня санаторий Бурденко работает на полную мощность, заработает сейчас Пирогова на полную мощность. Плюс у нас где-то порядка до 5000 человек в месяц прибывает, убывает данной категории. Вот здесь есть вопрос. Где обеспечение транспортом до города Саки? Сегодня по ДЦП детскому и Евпатория, где обеспечение? Раньше была система при Советском Союзе четкая. В санатории Бурденко были спецавтобусы, серьезные, нормальные, продуманные, которые обслуживали. Сегодня это скорые помощи. Это 2-3 человека. Сколько ж надо человеку мытарс для того, чтобы это сделать? Саки пошли дальше. Мы сегодня заключили и нашли партнеров в городе Самара, тоже с инвалидных организаций. Они уже один Мерседес приспособленный купили, готовы до 10 купить их. Опять же говорят гарантии, от нас гарантии. Это же понятно, мы социальную свою часть выполним. Мы будем сакчан возить в Евпаторию, в Симферополь на экскурсии. Но нам нужна составляющая бизнеса, то есть гарантия, что мы можем получить выигрыш в перевозках между этими городами, чтобы был бизнес и была социальная составляющая. В общем, проблем, конечно, большая. Это вопрос очень такой, потому что люди понимают проблемы, но им надо еще и каким-то образом это оплачивать самим. Содержать и все. Андрей Николаевич, спасибо вам большое, присаживайтесь. Вы еще нас не покидайте, вы еще сможете высказаться. Я бы, Анатолий, предложила бы послушать ваше досье и как раз вы расскажете вашу историю. Я не предлагаю вам к микрофону проходить, я думаю, что с места мы с вами побеседуем, да? Давайте. Анатолий Шугаев, инвалид первой группы, отец двоих девочек, человек, который всю жизнь отстаивает свои права. Семья Шугаевых известна на весь Крым, а теперь и всю Россию. Сейчас борются за право жить вместе со своими детьми. Еще раз здравствуйте. Мы вас поздравляем. Вы недавно стали во второй раз отцом. Спасибо большое. Где сейчас старшая дочка? Ваша семья известна не только в Крыму, уже по всей России, мне кажется, да? Младшая сейчас в Малуське с мамой находится. Ну, с мамой и жены находятся там. Там и жена, и дочка находятся. Ну, расскажите проблематику, может быть, что вас сейчас волнует, беспокоит? Ну, у нас вечный вопрос. Мы хотим объединиться. Вы хотите жить все вместе. Вы, ваша супруга и ваши две дочери. Да, да. Да. Вам не позволяет это сделать кто? Нам все позволяет. Вот, вот, уже мы сейчас плотно работаем, и Елена Васильевна знает этот вопрос. Ну, работаем по этому вопросу. То есть, мы в суде, суд же был у нас. Вот, и в суде... Это ваши дети, кстати. Мне сейчас надо нас ограничить, ну, в родительских правах частично, чтобы эти права передать Александре и Жанко. Александра и Жанко у нас должна быть в зале присутствовать, да? Да. Поднимите руку. Где Александра? Возьмите микрофон, пожалуйста. Вы, насколько мне известно, сама многодетная мать, да? Да. И вы готовы принять... У вас приемные дети есть, вы готовы приютить семью Шугаевых с двумя детками, да? Да, уже два года мы идем к этому. Откуда такой филантропизм, расскажите? Ну, так как я сама мать, и узнав из газеты, прочитав историю о Свете и Толике, мы познакомились в 2013 году. Ну, и вот по сегодняшний день мы идем по этому пути, чтобы забрать к себе... Не, ну так вы мать пятерых, так тут же ж надо... Вы же понимаете, что это уход нужен и за вашей супругой, как я понимаю, тоже, и за детками уход нужен определенно. Вы готовы? Ну, пока Бог для здоровья. Детки у меня уже как бы здоровые, ну, повырастали, так что, думаю, мы справимся. Ну, вы за сложности какими-то сталкиваетесь со сложностями, или вот все хорошо, и вы уже скоро воссоединитесь, возьмете себе на повещение? На сегодняшний день, я думаю, что все уже хорошо, поскольку мы когда были в Украине, то да, у нас там были препятствия, поскольку мы приемная семья, мы по закону не могли взять, но на сегодняшний день как бы мы уже к этому вопросу, я думаю... Елена Васильевна, а разве законодательство Российской Федерации позволяет все в порядке? Здесь необходимо, конечно, урегулировать это все юридически, потому что у детей есть родители, и дети не могут быть установлены или взяты под опеку другими лицами, пока родители не ограничены в родительских правах. Поэтому сегодня эта работа Министерства образования ведется, и, конечно, то, что Александра готова принять полностью всю семью, это надо понимать, потому что это два инвалида первой группы, которые ограничены полностью себя в обслуживании, есть соответствующие заключения, сегодня они оба находятся. Да, поэтому семья Александры, я знаю, уже давно идет действительно к этому, чтобы проживали и родители, и дети все вместе у нее дома. Это все необходимо, конечно... Я сейчас неприятный вопрос задам, но я их всегда знаю. А может быть, какие-то субсидии дается семье, когда она берет на попечение инвалидов? Вы простите, Александра, но я должна это... Да, естественно, законом и дети, которые находятся под опекой, и опекуны, это абсолютно для всех не новость, что платится государством определенные суммы, и как детям, так и опекунам. Фактически это зарплата опекунов. Дети получают два прожиточных минимума, а родители, вернее, дети два с половиной, по-моему, прожиточных минимума, а родители два минимальных размера оплаты труда. Получается, вы как опекун будете получать за содержание семьи, вам это будет хватать? Это примерно какая сумма? Ну, сегодня прожиточный минимум на ребенка по первому кварталу текущего года 8,901, 8,709 тысяч рублей, то есть умножайте на 2, а зарплата родителей это два минимальных размера оплаты труда, установленных Российской Федерацией. Это 5,965, то есть почти 13 тысяч рублей ежемесячно за каждого ребенка. Анатолий, а почему не хотите быть с матерью Светланы, все-таки это родной человек, бабушка? Ну, она заинтересована только взять двоих дочек, то есть без вас. Без нас. А, без вас, то есть вы останетесь жить в пансионате. А мы же в этом не заинтересованы, понимаете? Но вы понимаете всю ответственность, что вы можете следить, ухаживать за двумя детками? Двое детей это и как бы для человека не в коляске, и то проблематично, и сложно за ним ухаживать. Я уже не говорю о содержании, я просто об уходе говорю. Его нужно водить в школу, его нужно водить на кружки, его нужно водить в детский сад. Мы уже и стремимся в жанкой, чтобы помощь какая-то существует. Ну, может же такая ситуация. У нас часто родственники тоже нас приглашают пожить. Мы же живем неделю-вторую, а там уже и как бы понимаем, что не ужились. Может же сложиться такая ситуация, Александра, или вы не предполагаете этого? Если мы возьмем семью Шугаевых, то пока детки не поврастают, пока мы сами не состаримся, то мы будем все вместе. А это подписывается какой-то договор, соглашение, или это все на устных таких началах? Ну, я так думаю, это чисто на человеческих. Но если будет такая необходимость какие-то юридические оформить как-то, то мы готовы. Марин, вот Ваша точка зрения по поводу ситуации. Вы знаете, в данной ситуации она настолько многоплановая. С одной стороны, я могу только поклониться женщине, которая берет на себя такую ответственность колоссальную. Потому что у нас редкая семья, которая не имеет или родственника с инвалидностью, или палеотивного больного, или лежачего. Мы знаем, насколько это колоссально. И если женщина берет на себя эту ответственность, вы знаете, я просто не знаю, какое мужество нужно иметь. Извините, пожалуйста, но это мужество. Я понимаю, что она обрекает всю свою жизнь, да, вот она говорит, пока не застаримся, обрекает ухаживать за двумя инвалидами. Не каждая семья целиком тянет одного больного человека в своей семье. Это колоссальная проблема. Плюс еще двое маленьких деток. Это колоссальная ответственность. И юридическая, и социальная, и психологическая. Вы знаете, как еще поведут себя сами родители по отношениям к деткам. Но на эту женщину ложится колоссальная ответственность за всех. Огромная, конечно. И юридическая, потому что она возьмет на себя ответственность за деток. Ответственность за их родителей, да, за двух инвалидов. Она возьмет себя, фактически обрекает быть ответственной за четыре жизни. И одна только проблема. Если она останется одна, деньги — это хорошо. Но здесь должна быть и социальная поддержка, и ее окружение, и государство, и общественных организаций. Потому что какая бы эта женщина ни была мужественная, она одна это не вытянет. Это должно быть просто социальная помощь. Александра, вам есть что ответить, прокомментировать? Ну да, звук вытяну. Ну, тем более, я думаю, что мы одни не останемся. Органы опеки в любом случае, Мария. Потому что я, насколько понимаю, кроме Александра сегодня претендует на опеку еще и бабушка девочек. Поэтому только органы опеки могут... Мама Светланы, о чем я сейчас говорю. Мама Светланы, да. Поэтому только органы опеки смогут определить и установить опеку над этими детьми. Поэтому, конечно, Александре придется побороться. Из-за детей, но родители, конечно, гарантии никаких юридических о том, что они сегодня уйдут из дома-интерната с полного государственного обеспечения. Что они потом туда вернутся, кстати, да? А вернуться смогут? Они-то смогут вернуться. Вопросов в этом нет. Просто они должны понимать о том, что у Александры, кроме человеческих ее душевных качеств, вот ответственности перед Богом, перед ними у нее нет никаких будет ответственности за то, что она обязана их будет за ними ухаживать, содержать их. Поэтому они тоже должны это понимать. Спасибо. Анатолий, а вот как старшую девочку, она в доме, елочка находится сейчас, вы беспрепятственно ее навещаете, все в порядке? Ну, раз. Как часто? Раз в неделю. Раз в неделю. А младшую, пока, я так понимаю, Светлана кормит грудью, она с ребенком, но сейчас скоро же заберут тоже, наверное, младшего ребенка в елочку или куда? Ну, мы думаем, что... Разрешится вопрос раньше, чем заберут. Да, думаем, что разрешится вопрос раньше. Ну, вообще так, объективно, как сроки? Ей выписали отпуск из пансионата, пока она находится у своей матери, потому что роды прошли благополучно, она, как любая женщина, у нее есть молоко, она кормит грудью своего ребенка. Это, конечно, замечательно. Я думаю, что за это время, конечно, должны решиться все юридические вопросы однозначно. Мы знаем, что при Украине не было таких заведений, где семьи с ограниченными возможностями могли жить с детьми, да, вот пары. А при Украине есть? При России, простите, есть такие? Нет, нет. Ни при Украине, ни в России, нигде, ни в одной стране мира в закрытых учреждениях постоянного проживания инвалидов нет. Нигде такого прецедента. Я думаю, что такая семья одна у нас проживает. И это ответственность родителей, конечно, за судьбу своих детей. Однозначно они должны это понимать. Александр, как вы думаете, почему так? Семья не первая, которая живет в наших интернатах. У нас действительно в уставах записано, что те пожилые граждане, инвалиды, которые проживают в пансионатах наших, имеют право создавать семью, и им выделяется отдельное помещение. Вы знаете, это настолько тонкий вопрос. Я хочу поддержать, что это такой вопрос многоплановый, понимаете. И он очень этически, очень сложный. И сейчас вот становиться на какую-то сторону очень сложно. И мы, наверное, и морального права не имеем. Вы знаете, поэтому, конечно же... Может быть, кто-то в зале имеет моральное право высказаться? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер, Евгений. Республиканская общественная организация Всероссийского общества слепых. Я хотел бы... Я много чего здесь услышал по поводу вот этой семьи. Я так понимаю, у вас двое детей, причем одна уже старшая. Недавно родилась вторая дочка. Вы знаете, я могу сказать одно. Если ребята пошли на то, чтобы родить второго ребенка, значит, они отдают себе отчет. Какие бы они ни были, ограниченные возможности, неограниченные. Но я сам инвалид по зрению. Я могу только одно сказать. Молодцы ребята, боритесь. Если надо будет какая-то возможность, всегда мы должны помочь им. И чтобы... Самое главное, чтобы детей не разъединяли с родителями. Молодцы ребята. Надо делать все возможное, чтобы они были вместе. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопрос. Вы знаете, я поддерживаю предыдущую выступающую, которая сказала, что это очень тонкий вопрос. И очень такой непростой вопрос. Я не могу быть судьей, что и как, и почему. Ну, я знаю, что дети даются во благо, и родители обязаны их воспитывать. Другое дело, что эта семья не может их в силу своих физических возможностей воспитать. И в связи с этим я хотела бы привести пример. Есть у нас одна семья, которую мало кто знает, кроме нашего круга, семья мыскивых. Они полтора года назад родили двойню. Мама на коляске и папа на коляске родили двойню. Я недавно разговаривала с ними. Говорят, очень трудно, почти не спим. И они уже как бы бегают, их не догнать там и так дальше, и так дальше. И вот, что главное я хотела сказать. Они, прежде чем планировать свою семью, они все просчитали. Просчитали до мелочей. Кто им поможет, как им поможет, как этих детей ставить на ноги. Потому что я вспоминаю, как маленького ребенка учить ходить. Что с той спиной делается, что она деревенеет. Пока она все равно ручки тянет. Вот, понимаете. Так вот, я хотела сказать, что Министерство соцзащиты позвонили. Ну, определенные люди, которые ответственно позвонили. Ну, поздравили их с рождением двоих деток. И спросили, какая от нас помощь нужна. И представьте себе, что Олег с Лилией сказали. Спасибо большое. Пока нам ничего от вас не надо. Да потому что, знают, придут, заберут, конечно. Они думают, пусть вообще не приходят. И забудут о нашем существовании. Вот, Елена Васильевна подтвердит мои слова. То есть, я думаю, что всякое дело надо делать разумно. Я вот, кстати, Анатолий, хотела спросить. Вот с первым ребенком вы не смогли с ним жить, да? И его забрали в елочку. Второй ребенок, это был запланированный ребенок? Или вот так получилось в большинстве случаев? Ну, как Бог дал. Просто Бог дал, и все. Ну, вы не задумывались там о других каких-то вариантах исхода. Вы уже поняли, что вы будете рожать однозначно. Ну, конечно. Вы знаете, конечно же, этим людям особо сложно вот в таких условиях иметь детей. Потому что у меня вот тоже двое детей. Ну, как и у многих здесь в студии есть дети, да? Ребенок, это, в общем-то, это определенная забота. И когда мы говорим о том, что вот в Джанкуе согласились принять эту семью и взять на себя такой груз ответственности, если бы меня откровенно спросили, вот смог бы ты это сделать? Вы знаете, это большой-большой вопрос. Вот смог бы, вот если бы меня сейчас спросили, понимаете? То есть это надо думать. Конечно же, помогать семье нужно. Но мы не знаем, еще раз я хочу подчеркнуть, мы не знаем всех тонкостей, всех тонкостей взаимоотношения бабушки и мамы. У бабушки есть какие-то свои рассуждения в жизни. И это для нее внуки, понимаете? Я сам дедушка вот уже, да? И это особое чувство, вот когда у тебя уже внук, это особое чувство. И я думаю, что, конечно, бабушка, она, пройдя вот такую сложную жизнь со своей дочерью, она дает себе в полной мере отчет о том, что будет происходить за судьбу своей внучки, внука, вот за судьбу этих детей. А дети, кстати, здоровые, извините. Да, здоровые. Здоровые. Вот родители, понимаете, родители могут столкнуться то, о чем вот говорили в студии. Когда родители не смогут успевать за детьми, это же начнут бегать дети, действительно. Они начнут... Анатолий, согласен? Надо научить ходить. Мы сейчас говорим вообще о комплексе проблем от таких, о которых я даже тяжело себе представляю, сколько надо иметь мужества, благоразумия, чтобы как бы и жизненных сил, чтобы действительно этих детей поднимать. Андрей. Ну, дело в том, что мы сегодня какой аспект рассматриваем? То, что Александра берет на попечительство семью и как бы понимает и себе отчет отдает в том, что она их берет, с какими трудностями, или же о том, что возможно ли в браке несколько детей у людей с ограниченными физическими возможностями, как бы мы тут сейчас... Кто кому какой отдает отчет. В данном случае Александра на себя берет морально, физически семью. Значит, родители, они понимают, что у них есть эти дети и есть процесс воспитания, который они, ну, по ряду причин не могут сделать полноценным воспитанием. Здесь подключается Александра, но дети получают и душевную ласку родителей, родители получают душевную и другую всякую помощь от Александры. В конечном итоге детки эти вырастут, будут благодарны своим родителям за то, что они на свете там живут и будут уже им помогать. Данная ситуация, она банальна сегодня... Ну и для Анатолия тоже опора, дети вырастут, конечно, за родителями. Я вам хочу сказать, что много очень случаев, допустим, на наших санаториях и в целом по территории города, когда люди с ограниченными физическими возможностями влюбляются, знакомятся, женятся, рожают детей. Это вполне естественно. И у нас был такой санаторий в далеком прошлом, санаторий имени Ленина, где люди с ограниченными физическими возможностями приезжали и лечились от бесплодия. Понимаете? То есть не то, что осознанно и все, это осознанно для того, чтобы иметь ребенка. И таких браков, и таких семей. У нас есть в улицах, где по 10-12 таких семей в домах живут, у них прекрасные дети, одаренные дети. И родители гордятся ими. Но в данном случае вам повезло, я хочу просто резюмировать вопрос, что есть Александра, которая делает эту семью полноценной, счастливой, и дети вместе, и родители вместе, и она еще берет на себя... Сейчас, если затронули Александру... Александра, для того, чтобы переехала к вам семья, нужно около 100 тысяч рублей, потому что нужно обустроить даже лища. Я так понимаю, что они в отдельном будут пристройки, или как оно называется. Да? Идет сбор денег. Кто их собирает, где... Ну, это вопрос уже не ко мне, это вот... Высвят. К общественной организации, да. А насчет ремонта, да, у нас отдельное жилье, там у нас, как бы, ну, времянка, скажем, но она жилая, довольно-таки, там, центральная канализация, отопление... В общем, пригодность для жизни. Я по поводу шведения, скажешь. А кто контролирует, куда эти деньги пойдут, что они пойдут по назначению? Давайте. Значит, смотрите, наш благотворительный фонд «Новое доверие» подключился к сбору средств на данную семью, и мы несем полную ответственность за то, куда пойдут эти средства. То есть у нас есть сайт... Уголовную? Какую несете? Административную, уголовную, любую, и морально-нравственную в том числе. У нас есть сайт «Новое доверие». Я все-таки немножко прорекламирую, для бы люди, кто хочет поддержать эту семью, могли это сделать. Там размещена полностью смета того, что необходимо на ремонт. Там не 100 тысяч, а на самом деле больше, там порядка 170 тысяч. А я могу стройматериалами принести? Естественно, вообще без вопросов. То есть любой формой. Вы хотите подарить микроволновку или холодильник? Пожалуйста. То есть мы не ограничиваем. То есть мы не занимаемся просто сбором средств, чтобы потом там взять какую-то себе часть. Какая сумма сейчас собрана из 100 тысяч? 8 тысяч 150 рублей. Всего-то? Всего-то, но сбор у нас на самом деле начался буквально две недели назад, и вот он идет немножко медленно. А эти люди известны? Кто из материка, крымчане? Кто перечисляет? Естественно, на сайте вообще отображена каждое имя, фамилия. Если человек хочет, а вдруг он не хочет. Он пишет аноним. Анатолий, ну вот призовите, что ли, чтобы вы помогли, наверное, собрать эту сумму. Можете скажите? Обратитесь к людям, чтобы вам помогли воссоединиться в вашей семье. Насколько легче вам стало сейчас, вы при Украине боролись за свою семью, за воссоединение. Сейчас насколько стало легче или так же? Нет, ну сейчас уже намного легче, я думаю. Вас слышат? Да, слышат, прислушиваются. Слава Богу. Ну если вы захотите что-то сказать в финале, вы мне это поднимайте руку, и мы обязательно к вам обратимся. У нас, да, пожалуйста, рука в зале. Виктор Сокон, доктор психологических наук, реабилитолог. Я внимательно выслушал проблему этого молодого человека. Здесь вот в прошлом, в прошлые годы я был членом коллегии Минздрава, этот вопрос психологической консультации или консультационных центров поднимался неоднократно. Но они так и не были созданы, хотя проблемы психологические, они никуда не делись, они нарастают, а в кризисные, предкризисные периоды тем более. Но, возможно, этот молодой человек мог бы, если бы пожелал, обратиться за помощью в такой центр, скажем, при общественной организации инвалидов. И, может быть, психолог, или он прибыл бы для консультации, они бы детальнее, может быть, в каких-то нюансах помогли бы разобраться в целесообразности, допустим, увеличения семьи. Нужны ли дети, или, может быть, повременить, или как-то спрогнозировать ситуацию на основе каких-то данных. У супруги ДЦП, может быть, объяснить, что ДЦП – это прогрессирующая, как мы понимаем, болезнь, да? Да, эта проблема, ведь она не только здесь психологическая, она и психосоматическая, потому что угроза рождения больного ребенка велика. Но детки-то здоровые, представьте, не у многих здоровых людей, да? Ну, здесь нужно было бы помочь и поддержать. Ну, может быть, какие-то вопросы не только, скажем, медицинские, но и социальные. Анатолий, готовы посещать? Только создать нужно. А нет таких центров? Ничего подобного нет. Спасибо. Елена Васильевна, нет таких центров у нас? Ну, так, вне задачи нашего министерства, скорее всего, больше сначала медицинская проблема, психология. Или общественных организаций, скорее всего. Ну, это, опять-таки, возвращаясь к программе поддержки некоммерческих организаций, они могут создать такую программу. Ну, вот мы дали наводку общественным организациям, которые хотят поучаствовать. Написать программу. Да. И, в первую очередь, программы, которые будут ориентированы на социальную поддержку населения, инвалидов и так далее, они будут рассматриваться как приоритет на эти программы. Я хотела затронуть тему, если у нас хватит времени, по поводу реабилитации, потому что у нас действительно не уделяется этому должного внимания. Пожалуйста, вы хотите. Я хочу сказать, вы знаете, это, наверное, вообще-то вопросы не совсем общественных организаций. Это государственные вопросы, это должно решаться на уровне государства. Это должны решать здравоохранение, это должны решать психологи, это должны решать психиатры, а не общество. Потому что общество сегодня говорит «дайте», а завтра кричит «зачем вы дали?». И все-таки решать на общественном. Ответственность вы не хотите делить вместе с государством, Дима. Да, ну. Спасибо большое. Анатолий, ну мы желаем вам удачи. Наверное, желаем того, чтобы вы добились, если вы этого действительно хотите, так и будет. А Александре, конечно, сил, энергии. И тоже вам удачи. У меня два вопроса от телезрителей. И Марина, хочу к вам обратиться. После двух вопросов. Общество слепых в Симферополе. Я так понимаю, что у нас есть представитель в зале. Всех уволили. Куда делась работа? Обещали устроить обратно, но уволили без компенсации по соглашению сторон. Когда вернут работу? Елена Васильевна, не знаю, к вам ли обращаться, не к вам не обращаться, может быть. Нет, нет. Я могу прокомментировать этот вопрос. Я думаю, что представитель Российского общества слепых поддержит ситуацию. Я знакома с ситуацией по всем предприятиям слепых в Крыму. Скорее всего, это идет о предприятии, бывшее название Крымпласт. Я думаю, да. Не сказано, да. Да? Ну, раз в Симферополе, то предприятие... Это телефонный звонок, поэтому у меня тут уточнения нет. Что написали? Ну, ситуация и в Симферополе, и в Керчи, и в Ялте, собственно говоря, наверное, одинаковая идет сегодня, да. Это предприятия, которые образованы общественными организациями инвалидов. И требования к этим предприятиям остались прежними. Более 50% на предприятиях должны быть люди с инвалидностью. Сегодня эти предприятия стали российскими предприятиями. Естественно, те предприятия, которые относились к украинскому обществу, они прекратили свое действие. Для того, чтобы людей принять на работу в российском предприятии, им необходимо было уволить для того, чтобы принять на работу. Решение о приеме на работу, естественно, принимает назначенный директор этого предприятия. Мы как власть повлиять на этот процесс не имеем права. Единственное, что мы назначаем, Российское общество слепых. Это их предприятия, они являются учредителями. Уставной фонд Российского общества слепых. И естественно, когда подписывался договор о том, что Российское общество слепых является учредителем таких предприятий крымских, речь шла о том, что не должны быть сокращены рабочие места. Но в силу производственного процесса мы понимаем, либо люди работают неполный рабочий день, либо у них нет вообще работы и предприятия образуют задолженность по заработной плате. Это как бы я так предполагаю, что происходит на предприятиях. Было очевидно принято решение, что люди, которые более социально защищены, скорее всего это были пенсионеры по возрасту же, их очевидно на работу не приняли. Пожалуйста, вы хотите высказаться, наверное, как представителя? Я хочу еще дополнить. Я примерно понимаю, о чем идет речь и кто задает вопросы. Да, я дополню Елену Васильевну тем, что на сегодняшний день у нас не приняты на работу люди пенсионного возраста по одной простой причине. Вы поймите просто одно, что мы работали при Украине, мы снабжали Украину, наша продукция вся шла на Украину. На сегодняшний день мы находимся на полуострове, материк тот, который, это Российская Федерация, очень много товара и очень много продукции у нас сегодня в России есть. И его нужно, наш товар туда отправить, надо его привезти и это все еще надо обеспечить людей работой. То есть в данном случае не востребован. Здесь надо понимать, чтобы не было задолженности по зарплате, чтобы люди могли, те, которые на сегодняшний день работают, они могли получать эту зарплату. Понимаете, если мы сегодня наберем пенсионеров и то количество нужно еще обеспечить людей работой. Да, будет завтра выход на рынок Российской Федерации, мы будем брать, никто не отказывается. И мы всегда об этом говорили, что как будут появляться больше объема, будут востребованы наш товар, тогда мы будем брать. Закон рынка, поэтому тут как ничего нового. Потому что на сегодняшний день придет человек и скажет, возьмите на работу, хорошо, мы вас возьмем, но мы сможем вам выплатить зарплату, мы сможем вам дать эту работу. Это вопрос. Поэтому никто не отказывается, никто не говорит, что нет, мы вас не возьмем, но как только будет увеличиваться объем, как только будут заинтересованы потребители в нашем товаре, мы сразу же набираем инвалиды. Спасибо большое. Спасибо. Марина Николаевна, я очень вас прошу пройти к микрофону. Марина Гуренко-Вайтсман, член общественной палаты Республики Крым, председатель комиссии по вопросам развития институтов гражданского общества и правам человека, доктор юридических наук, профессор, автор пяти монографий, 15 учебных пособий, 83 научных статей, 75 докладов по проблемам конституционного права, прав и свобод человека и гражданина, 96 учебно-методических работ по образованию юрист-правовед, заслуженный деятель науки и техники Крыма. Марина Николаевна, спасибо, что вы пришли. Марина Николаевна, спасибо. 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 И проблема конкретного человека, у которого такая проблема в жизни. То, что касается общества, история человечества знает, что каждое общество на каждом своем отрезке жизни по-разному относится к инвалидам. Всегда любое общество отвечало своей культурой, своей реакцией. Мы знаем маятники, когда уничтожали инвалидов, когда их закрывали в определенные закрытые места. И мы знаем, когда общество прячет глаза и делает вид, что их не существует. Я могу сказать, что как раз на этом пике находится наше общество. Потому что, если посмотреть, то, с одной стороны, редкая семья, которая может сказать, что она счастлива, что у нее нет инвалидов, что у нее нет палеотивного больного, что в этой семье нет стариков, которые нуждаются в уходе. Но, тем не менее, идешь по улице, идешь по набережной, заходишь в транспорт, вроде бы не существует инвалидов. Они как-то скрыты. А где они скрыты? Они скрыты в квартирах, по домам, по больницам. И вы знаете, обществу хорошо, с одной стороны, потому что не сталкиваются. Но я хочу задать вопрос себе и каждому из нас. Кто может сказать, что гарантированно, гарантированно, кто-то из нас завтра не станет инвалидом? Или у кого-то из нас не будет неизлечимая болезнь? Или мне не придется завтра ухаживать за престарелым родственником? Не дай бог за каким-то родственником. Ни один человек не может ответить, что у него есть гарантия. Тогда возникает вопрос, а что нам делать? Вы знаете, я могу сказать только одно. Если пожилые люди собирают денежки даже не на старость, а на черный день, мне кажется, что общество должно вот так собирать милосердие, денежки и готовить свою жизнь вокруг себя. Вот на этот черный день. Вы знаете, готовясь на вашу передачу, я прошлась по подъезду дома, где я живу. Обычная девятиэтажка. И я просто прошла с линейкой и померила. В дверь входную... Не пройдет коляска, да? Даже не коляска. А носилки скорой помощи, они не пройдут. В лифт не пройдут. И если кто-то выше второго этажа, не дай бог, заболеет и нужно ему будет на носилках выносить и везти в больницу, это сделать невозможно. Лифт не занесешь. По узеньким лестницам получается дома-ловушки. Второе. То, что инвалиды у нас... Понимаете, с одной стороны мы видим героев, но они единицы. И когда сегодня поднимался вопрос, а нужны ли общественные организации инвалидов, да, я скажу, они крайне нужны. Но они кому нужны? Я вижу, извините, но я говорю утилитарные вещи, практические. Я считаю, что общественные организации людей с ограниченными возможностями, они крайне нужны больше, чем других. Потому что именно общественные организации могут сказать власти, могут прийти к мэру, да, и сказать, вот мы в таком-то районе обмерили дома, обмерили дороги, обмерили, вот, пожалуйста, здесь нам нужно то-то, 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 то-то. И если сами жители дома создадут вот такой вот план гуманизации своего пространства, и уже придут... Ну, поймите, какой бы мэр ни был, хороший или плохой, грамотный или нет, он не может изучить каждый дом, каждый подъезд, каждая парадная, каждый лифт. Это можем сделать только мы. Во-вторых, скажите, пожалуйста, кто может научить людей, которые оказались на инвалидной коляске, а ведь не только у нас спинальники и люди с инвалидностью на инвалидных колясках, у нас колоссальное количество, которое растет в геометрической прогрессии палеотивных больных. А по последним документам ВОЗ палеотивными больными являются те, у кого неизлечимая болезнь. Это не только онкология, это не только ДЦП, это те неизлечимые болезни, жизнь человека, которая связана с качеством жизни. И получается, научить вывести человека с кровати, вывести его с квартиры может только ему подобный. Поэтому вторая задача общественных организаций – это объединить этих людей и научить решать свои проблемы так, как эти решают проблемы. Но люди, которые, слава Богу, сегодня живут без инвалидности, у которых есть силы, они обязаны помогать таким людям не ради них, а ради себя. Вы знаете, наверное, легче будет той матери, которая знает, что она вырастила хорошую дочь, и если что бы ни случилось, дочь ее не бросит. Вот так, мне кажется, должна быть психология нашего общества. Я хочу научить жить всех в своем доме безопасно, что если, не дай Бог, что-то будет в моей семье, я знаю, что я смогу выйти на улицу. Вот это, мне кажется, главная задача общественных организаций. Насколько вы думаете, насколько вы думаете это реально? И когда мы, как вы предполагаете, можем прийти к такому мышлению? Вы знаете, с одной стороны, вы сейчас скажете, что это фантазия, на самом деле это не фантазия. Европейский опыт как раз и показывает нам, и учит, что эти проблемы решаются. Эти люди путешествуют, они ездят за границу, они на курортах отдыхают, конечно. Это отношение, это само отношение в обществе, когда я формирую свою безопасность. Работающий человек откладывает пенсионный счет, тогда я на пенсии буду не думать о копейке или где ее заработать. Точно так же вкладывают и в здоровье, и в свою безопасность. Точно так же, когда, вот мы сегодня знаем, если в семье есть лежачий больной, то какой-то член семьи бросает работу, общество теряет работоспособного человека, эта семья моментально оказывается за чертой бедности, потому что кто-то должен ухаживать. Есть страны, в которых такой член семьи становится социальным работником, он получает заработную плату, его обучают медицинским необходимым манипуляциям или как ухаживать за больным, и таким образом и семья не становится за чертой бедности, и больной получает непосредственно. То есть мы когда-то же к этому придем, нужно об этом говорить, поднимать этот вопрос, что-то делать. А мы сегодня это и делаем, и вот люди, которые уже имеют этот опыт, мы как раз об этом и говорим. А и вот общественные организации, и третья задача, и каждого, кто сегодня здесь находится, кто имеет активную позицию, поэтому как раз и говорить обществу, прими закон, который нужен обществу, ведь государство, оно только реагирует на потребности общества. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Марина Николаевна, я прошу прощения, я бы хотела, чтобы вы на меня не обиделись, а поняли меня, то, о чем я говорю. Вот вы очень все хорошо говорите, и о проблемах, и о узких дверях, и о том, что не могут, и о роли общественных организаций. Вот я в общественном движении уже более 20 лет, общественное движение людей с инвалидностью. И вот буквально последние там, ну допустим, скажем, 10 лет мы активно работали по доступности. И мониторинги проводили. Так работали по доступности, можно не перечислять, что вы делали, у нас же не отчет общественной организации. Передавали это тем людям, то есть во власть, которые должны этим заниматься, там оно все уходило в песок. Насчет того, что благое пожелание, чтобы общество как-то это самое, вы знаете, вот это как бы высокие материи. Дело в том, что у каждого из нас есть свои проблемы, свои проблемы. И не всегда руки доходят до того, чтобы решать чужие проблемы, даже если люди находятся рядом. Поэтому лучше бы сосредоточить сейчас внимание на том, что вот что делать надо, что законы принимать, так конвенцию. Россия подписала конвенцию о правах инвалидов, где прекрасные посылы власти, что должна работать власть на местах. Конвенция это только права, а я говорю как раз об обязанностях и механизме реализации этой конвенции. Вы хотите по вопросу задать или ответить женщине, что вы хотите? Добавить, добавляйте. Вот вы говорите о том, что общественные организации, мы должны обращать внимание на двери и так далее и тому подобное. Давайте мы забудем о том, что мы жили в Украине, это раз. Мы уже живем в Российской Федерации. Давайте мы еще вспомним о том, что в Российской Федерации существует такая программа, как доступная среда. И на сегодняшний день я могу сказать, активно эта программа по Крыму развивается. Да, это ни день, ни два, ни три, но вот Дмитрий Сергеевич, я с ним вплотную работаю по доступной среде. И вы знаете, когда наш объект, вы знаете все, вот предприятие Крымпласт, которое находится в Марина, где работают инвалиды по зрению, где работают инвалиды по слуху. Когда наш объект не был включен, то есть в доступную среду на этот год, когда я обратился по поводу паспортизации и так далее, то есть чтобы обеспечить доступность добираться, перемещаться, то есть есть очень многие вопросы. Дмитрий Сергеевич откликнулся. И мы сегодня очень работаем вплотную по поводу доступных средств. И на сегодняшний день, вы знаете, просто по Крыму необходимо развивать доступную среду. И есть возможности. И я думаю, что... Елена Васильевна нам попозже расскажет. Спасибо вам большое. Поскольку мы уже заговорили, у нас тоже есть мнение крымчан по поводу того, как в нашем обществе, в современном, относятся к особенным людям. Давайте посмотрим их мнение и вернемся в студию. Добро пожаловать. Для них это, я так считаю, родной дом, они тут свои тарелки. Отношусь с пониманием, с участием, имею сердце место для такого фрагмента. Когда вот больной, сам уже три года в этой системе. Времени не хватает. Не хватает просто элементарного человеческого внимания и участия. Когда это русский человек не сострадал. Такого не было никогда. Ну вот смотришь с болью и думаешь, о господи, скорее бы человек этот поднялся или это можно и все. Я сама вот лежу в санатории, лечусь. Так что я приехала из Севастополя. Мы их жалеть не надо. Они очень сильные люди. Я жила тут в общежитии, у меня соседка была. Вы знаете, какая сильная женщина из Красноярска. У нее многому научилось в молодости. На них смотришь и думаешь, что ты ноешь. Вот посмотри, люди как бодрые и стремятся к чему-то. Ну, отношусь, как ко всем людям. Даже не обращаю внимания, допустим, не оглядываюсь. Ну, в принципе, наравне. Стараюсь всегда помочь по возможности, как так тоже. Человека же не бросишь в беде. Если надо помочь, надо всегда помогать. Гордость за них, потому что как-то все-таки они держатся молодцом. Чувство сострадания, любви и уважения. Таких людей надо уважать, потому что это как бы, как сказать вам, ну, чем-то они нарушены, где-то кто-то пострадал. Это нельзя, к нему относиться холодно. Я не считаю, что они неполноценны. В любом случае, они такие же члены общества, как и мы. Чувство уважения, потому что не каждый сможет жить после таких травм. Поэтому им надо помогать. У нас люди как? Дверь не откроют, коляску не поднимут, если надо. Нам всем все равно получается. А им тяжело, им нужна помощь. Да, Ванечка? У меня самой дочь инвалид первой группы, она инвалид с детства, клясочница. Поэтому я, сами знаете, как относятся мы эти матери, очень сострадаю и помогаю. И вообще, вы что? Это же такие члены общества, какие вот все мы, такие же люди. Я так дочку свою воспитываю, ей уже 30 лет, и я всегда воспитываю, что говорю, что ты не стесняйся. Она стесняется, а я говорю, ты не стесняйся, потому что ты такая же, как все. Это уже может в некоторых вопросах лучше. Ты добрее, ты чище. Анатолий, а вы вот как считаете, вы считаете себя полноценным членом общества, или вы считаете, что должны люди все-таки сострадать и как-то помогать вам? Я считаю себя полноценным, но жалеть я себе не предлагаю. То есть я... Помогать, да, но не надо жалеть, да. Спасибо. Марин, я по поводу вопроса нашей зрительницы, конкретику, что мы можем... Понятно, что общественные организации, но со стороны государства, что мы можем предложить сделать? Я хочу сказать только об одном нюансе. Вот уже наш сегодняшний собеседник говорил, что надо помнить, что мы в Российской Федерации. Поэтому я хочу сказать, что государство стало ближе. Если я напомню, что в Украине Крым не имел права не только принимать самостоятельно законы, какие бы потребности у нас ни было, но и даже инициировать, то на сегодняшний день, помимо законов Российской Федерации, которые действуют на территории Крыма, еще мы имеем возможность принимать собственные законы, собственные программы. И это является самым важным. И я хочу сказать, вот в общественной палате мы не только рассматриваем законопроекты, которые предлагаются сегодня приниматься, или на уровне налевого чтения. Сегодня президентом Российской Федерации поставлен вопрос о том, чтобы общество требовало и было инициатором принятия законов. И чтобы общественная палата и Республики Крым, и других субъектов Федерации, и Российской Федерации стали субъектом законодательных инициатив. Потому что те законы, которые сегодня должно принимать государство, оно должно принимать не с точки зрения, как ему выгодно, а что говорить, если быть честным до конца, то закон — это воля государства. И государство принимает то, что нужно ему. И государство — это не альтруист, и даже не мать Тереза. В любом случае оно принимает с той точки зрения целесообразности государства государственного управления. Но государство обязано и будет отвечать на требования общества. И если сегодня общество требует именно таких законов, то они должны быть. Я хочу сказать, что это невысокие материи, потому что сегодня отменены и не приняты ряд законов, которые были бы некорректны по отношению к обществу, но очень выгодны государству. Поэтому мы начали эту работу, и если сегодня общество требует именно таких законов, такого качества, такого уровня, то это будет. А кроме нас, извините, никто не сделает. Никто. И тот опыт, который имеете вы, 20-летние, это самое ценное. И это то экспертное мнение, которое вообще должно быть последним и первым для государства. Спасибо большое, Марина Николаевна. Присаживайтесь. Спасибо вам большое. Я хотела еще, Марине Николаевне, вопрос попросить, просьбу. Ну, давайте. Сместо присаживайтесь. Я быстренько, Марина Николаевна, дело в том, что большая и богатая Россия, а на сегодняшний день закона о реабилитации в России нет. И получается так, что все реабилитационные центры, созданные общественными организациями, и которые в наследство остались от Украины, они вне закона получаются. Понимаете? Поэтому просьба к вам. Рассмотрите этот вопрос. Пролоббировать. Закон о реабилитации людей с инвалидностью. Дело в том, что если вы не возражаете, мы обменяемся с вами данными после данной передачи. И я думаю, что будет правильно, если именно это вы на общественной палате скажете сами, будете одним из экспертов и тех людей, которые работают в общественной палате, потому что в ней собраны представители общественных организаций. Ой, давайте. Мы очень любим, когда после передачи идет дальше процесс взаимоотношения. Я тогда уже, раз мы о реабилитации заговорили, я бы хотела, чтобы реабилитолог взял микрофон. Передайте, пожалуйста. Насколько нужна реабилитация людям с ограниченными возможностями? И почему, как вы думаете, сейчас этим не занимаются? Я думаю, что это просто нужно и не стоит и не обсуждать. Это мировая практика, давно уже все это существует. Нужно просто соответствовать этому. В мире достаточно прецедентов, не нужно ничего изобретать. Возможно, нужно адаптировать к местным условиям, к каким-то реальностям. Это да. Но все уже в мире создано. Есть экспертная система. Придумано до нас. Да. Просто нужно обращаться к экспертам. И нужно начать с первого шага. Это программа, методология, это помощь в создании малозатратных баз хотя бы. Доступных баз для инвалидов, тех, кто нуждается. Не что-то элитарное и очень дорогое. Туда никто не пойдет. Пойдут, но не те, кому это наиболее необходимо. Они сейчас доступны. Спасибо. Александр, мы поговорили о САКах. Я предлагаю поговорить о Симферополе. Приглашаю вас к микрофону. Председателя Симферопольского городского совета. В прошлом секретарь столичного горсовета. Работал заместителем директора кооператива «Колорит». Коммерческим директором «Автодом Тойота». Руководителем фирмы «Барс». Мне передали вопросы от телезрителей. Давайте начну с вопроса. Обращается жительница Симферополя. Я инвалид детства. У меня ДЦП Оксана Плещук. Живу в полуподвальном помещении на Киевской 163. У меня шестеро детей. По вопросу жилья не раз обращалась в администрацию Симферополя. Ответа до сих пор нет. Когда решится мой вопрос? Я предлагаю контактный телефон какой-то записать. Мне передали без контактного телефона. Я попрошу Оксану, если она смотрит нашу передачу. Наверняка смотрит, поскольку она звонила Довь. Вы в курсе этой ситуации? Да, возьмите микрофон, пожалуйста. В курсе этой ситуации мы приходили в гости к этой семье. Я даже не могу вам передать условия, в которых живут люди. Это действительно подвальное помещение с ободранными стенами, с бегающими крысами и с жутким запахом. И там живут шестеро детей. И эта женщина бьется с этой проблемой уже очень много времени. Я знаю, что сейчас ей на помощь пришел наш депутат. И они бьются вместе. Я с удовольствием передам ее контакты вам после передачи. Я надеюсь, что вы посодействуете ей. Давайте, Александр Иванович, я тоже передам. Спасибо большое, потому что, конечно же, нужно посмотреть, что там за вопрос. И необходимо съездить. Я сам выйду, посмотрим. Александр Иванович, вот по законодательству, насколько я знаю, для того, чтобы здание было введено в эксплуатацию, нужны пандусы, должны быть пандусы. Но вот почему-то у нас или нарушается законодательство, или вот закрываются глаза на это все. Не везде есть. Почему? Мария, ну вот я немножко хочу отступить. Я хочу, во-первых, сказать всем огромное спасибо, что вообще поднимаете эту тему. Вам, в частности, да, и гостю в студии, находящимся нам гостям, вот хотел бы сказать, что вот то, что вы пишете и то, что вы чего добиваетесь, это не уходит в песок, как вы говорите. Потому что в любом случае, посмотрите, даже определенное, отмотаем, если определенное количество времени назад, мы увидим, что у нас никто не говорил о пандусах, которые у нас были. У нас не было ни одного троллейбуса, ни одной технической единицы, ни одного автобуса, оборудованного пандусом для инвалидов. Я, конечно же, не оправдываюсь и не говорю сейчас, что сделано очень много. Но в рамках программы, которая была разработана администрацией города Симферополь, это о создании доступной среды для инвалидов маломобильных групп населения муниципального образования, создана межведомственная комиссия, которая вот как раз рассматривает эти вопросы. И, вы знаете, вообще, если мы затрагиваем вот такую тему людей с ограниченными возможностями, если мы оглянемся назад и посмотрим, как прошли пара Олимпийских игр, это можно только людям выразить чувство глубокого восхищения этими людьми, глубокого, просто, я бы сказал так, преклонения. Конечно же, все сразу сделать невозможно. Но вот та реконструкция, даже улиц города Симферополя, которые проходят, вот улица Горького прошла реконструкция, вот там уже для инвалидов были предусмотрены съезды, и для колясочников именно были предусмотрены условия. Да, у нас, может быть, для людей с ограниченным, для незрячих людей, с ограниченным по зрению, для людей с инвалидностью по зрениям, может быть, не столько делается для других категорий граждан с инвалидностью. Но, как уже говорили до меня здесь выступающие, конечно, сделать сразу все, конечно же, невозможно. Но в САКах вот 6 миллиардов, 4 миллиарда, да, выделяют? Вы знаете, я уже говорил о том, что САКи это как бы специализированный курорт по лечению вот таких вот категорий граждан. В Симферополе, конечно же, мы работаем над этим вопросом, и то, что сегодня говорили, что невозможно зайти в лифт, невозможно зайти в подъезд, оборудуется. Но я согласен со своим коллегам и администрацией САКской, да, еще, конечно, и среди чиновников оборудованы пантусы, конечно, это нам нужно смотреть, проверять. И вот роль этих общественных организаций, тем, чем вы занимаетесь, вот самое главное, это, наверное, обратная связь. Потому что, ну, я вот о той проблеме, о которой мы только что... То, о чем Марина говорила, Николаевна, да, о том, что нужно что-то такие подсказывать. Проблеме, о которой мы с вами сейчас проговорим, вот, Оксана, да, ее зовут, которая живет, да? Вот я, откровенно говоря, об этой проблеме, ну, не знаю. То есть, куда заходило это весьма? Мы обязательно разберемся и посмотрим, чем можно помочь и каким образом это можно сделать, решить эту проблему. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Добрый вечер еще раз. Добрый, добрый. Скажите, пожалуйста, вот вы затронули тему по поводу автобусов, да, транспорта и так далее. Меня интересует вопрос. Я еще больше месяца, уже, наверное, месяца два, я обратился официально в троллейбусный парк по городу Симферополь. На сегодняшний день ни один троллейбус, ни один троллейбус не озвучивается. То есть, инвалиды по зрению не могут сориентироваться, где какая остановка. Хотя, это, по-моему, элементарно должно быть в троллейбусах. Я уже не говорю. Понимаете, на сегодняшний день это в Ялте есть, где троллейбусы по Симферополю, по Крыму есть. Почему-то озвучивают. Но почему-то по Симферополю у нас это стало проблемой. Спасибо. Я с вами полностью согласен. Крым-троллейбус – это республиканское предприятие. Но это не о том, я не снимаю себя, как с городской власти ответственности, с нас абсолютно. Абсолютно не сложно. И вот сейчас Управление транспорта города Симферополя при проведении новых конкурсов на маршрутах общегородских, мы, конечно же, будем в обязательном порядке звуковые информаторы включать просто в условия конкурса. Чтобы это было не только для инвалидов, но это было и просто для горожан, чтобы они знали. Да вообще для приезжих людей, которые не спрашивают, какая следующая, что делать. Тем более мы говорим о том, что, собственно говоря, Симферополь – это тот город, который принимает всех как фильтр, как ворота Крыма. А что со звуковыми светофорами? Хотели делать и все ли светофоры? Разрабатывается программа, сейчас будет приниматься программа развития транспорта до 2019 года. И, конечно же, туда эти вопросы тоже будут вноситься. Ну давайте еще что-нибудь скажите. Здравствуйте еще раз. Я хотела бы предыдущему выступающему товарищу Ивкину и вам сказать о том, наверное, может быть, вы знаете, поэтому прошу меня извините. Есть такие документы, которые в Украине назывались ДБН – Державные будивельные нормы, а в России они называются СНИПы. Там все написано и про пандусы, и про угол подъема, и про поручни, все-все-все. Если бы городская… Вот это мое личное мнение, не только мое. Если бы городская власть была заинтересована, она ни единого бы разрешения на торговлю не дала, если бы не было в этом помещении… То, о чем я спросила в самом начале. Спасибо большое. А то, что вводят в эксплуатацию, пожалуйста, возьмите микрофон. Я заканчиваю. То есть есть механизмы воздействия на этих людей, которые… Спасибо. Правильно вы говорите. Спасибо. Правильно. Пожалуйста. Державная общественная организация инвалидов. Мы по поводу ремонта колясок. Нет у нас в городе ни одной мастерской. И по поводу ремонта функциональных кроватей. Их в саках, видите, тяжело найти ремонт. Как бы администрация все-таки решила такую проблему. И еще у нас очень многие инвалиды обращаются по поводу центрального… Может, это и не к вам, но я так думаю, что город все равно как-то должен… По поводу центрального пенсионного фонда. Там, говорят, людям вообще невозможно решить какие-либо вопросы. Люди ходят, комнатушечки маленькие. Вот духота ужасная. Документы находятся у людей где-то на Киевской. Сюда приходят консультанты, сидят… Мы поняли вашу проблему. Спасибо большое. Вы к пенсионному фонду… Ну, мы пригласим… Мы, кстати, планировали на ближайший эфир пригласить представителей пенсионного фонда. Так что следите за эфирами. Звоните в студию или приходите за нашими анонсами и как раз зададите им вопрос. Пожалуйста. Я хотел сказать по поводу доступной среды. Очень большая работа идет в министерстве, в администрации города. Готовятся паспорта доступности. Очень большая, это слишком как-то так эфемерно. Это очень большая. Какая? Какая? Что можно сейчас… Ну, Мария, смотрите, обследуются объекты, объекты соцкульпы, обследуются больницы. Там, где есть пандусы, где есть пандусы, смотрится какой угол наклона. Если где-то нет, значит, делается паспорт объекта. Слушайте, ну вот все те, кто как бы вводил эти все здания в эксплуатацию с нарушением, они, как бы большинство из них работают сейчас в Симферопольской этой мэрии. Вы не приходите, не говорите «Айда, Петя, айда, ты…» Ну, давайте, давайте, послушайте. Что, сколько же ты взял, чтобы везти, а вот нам теперь надо сейчас это здание переделывать. Не стыдно ли в глаза людям смотреть, что сейчас приходится это все пересматривать и перестраивать? Я хочу сказать следующее, что определенное время назад мы вообще не знали, что такое пандусы, понимаете? И мы к людям с ограниченными возможностями, да, мы вообще относилось, общество относилось. И вот благодаря вот таким общественным организациям, как оно относилось к инвалидам, да? Ну, просто до меня вот здесь вот люди стояли выступающие, правильно, я поддерживаю. То есть нет проблемы, не видно инвалида, нет его где-то в троллейбусе, нет его где-то в автобусе, нет его на улице, значит, его нет вообще, как такового, понимаете? Поэтому мы не видели ни пандусы, мы, и, собственно говоря, мы оглядывались на этих людей. И сегодня на этих людей, да, и для нас просто это было дико. Проводят, да. Где общество, звонок от телезрителей, где общество инвалидов Киевского района? Общество инвалидов Киевского района… Нет его, да? Вот общественники… Его председатель умер и… Ну, возьмите микрофон, расскажите. Председатель Киевского района Котова, она умерла недавно. Сейчас пройдет собрание, которое изберет нового председателя. Вот 40 дней пройдет, в воскресенье как раз этот день будет поминально, и после этого пройдет собрание, изберут. Вот я, пользуясь случаем, хотел задать несколько вопросов тоже. В городе Симферополе проживают, ну, пятая часть инвалидов Крыма, это точно. Здесь с 2004 года на Украине началась программа по доступности и говорить о том, что не слышали, не знаю. Слышали, знали, то есть… но делали вид, что что-то делают. Такие же пандусы, в том числе и в здании горысполкома строились ненормативно и так далее. То есть здесь проблема-то в другом. Здесь и паспорта доступности будут сделаны, и главное реализовывать вот эту программу реально, а не на словах, и подходить к людям лицом. Мы должны понимать, чтобы реализовывать какие-то программы, их надо принять. И, конечно же, должно выделяться, выделяться должны финансы. Вот. Понимаете, вот сейчас и ведущий этот вопрос поднимал. Мы вот каждый день видим, когда сдаются, мы уже в другом государстве. Есть и законы другие, хорошие законы, которые работают, все принимают, и госсовет, хорошие законы. Здесь речь-то идет об исполнении этих законов. Вот сейчас сдаются здания, сооружения с нарушениями норм действующего законодательства уже российского в части доступности, какие меры горосполком, администрация города принимает и будет принимать к таким людям. Спасибо. Это первый. Еще вот один вопрос. Уже в городе Симферополе изготовлен проект строительства, обустройства переходов на площади Московской, Киевской. То есть, опять же, вопрос, за проектные работы не заплачено, и когда будут эти переходы сделаны, тоже, пожалуйста, ответьте. Спасибо. Я хочу сказать, что вот те проблемы, о которых вы озвучили, если они известны, то можно, вы приходили ко мне на прием, есть определенные моменты, вот со строительством, помните, достраивать дом вот этот вот нам нужно было, да? Если есть какие-то факты, пожалуйста, можно озвучивать эти факты, которые, вопиющие, которые есть, мы, конечно же, будем реагировать. Мы будем ставить в известность администрацию, давать ей поручения, чтобы есть соответствующие службы, вот, которые могут следить за этим. Тем более у нас недавно был принят, собственно говоря, закон о административных правонарушениях. Это можно работать через архитектурные, через градостроительные комиссии, через ГАСК наш, государственный экологический контроль. И, конечно же, можно привлекать к ответственности тех нерадивых строителей, которые отклонились, допустим, от проекта. Спасибо большое, Александр. У нас активизировались, у меня много очень звонков и вопросов активизировались через зрители аккурат под конец передачи. Собственно, как всегда, потом будут обижаться, что мы не все успели задать. Пожалуйста. Я хочу спросить у администрации города, задать такой вопрос. У нас сейчас в Симферополе назрела ситуация с инвалидами-бомжами. Очень много в городе находится ампутантов, которые живут на остановках, которые спят, которым некуда деваться. Больницы ими переполнены. Вот как с ними поступать? Почему у нас нет центра в Симферополе? Нет. Он был. Сейчас уже нет. Он был. Это говорится. Спасибо. Дмитрий, это вопрос уже не к Александру. Ну, я хочу сказать. Давайте, как Елена Васильевна, подождите. Я хочу... Понимаете, я вот вам скажу. Все, все, подожди. Давайте без дискуссии сейчас. Шестая горбольница. Люди лежат по четыре года там. Без рук, без ног. Мы знаем эту ситуацию. Давайте пусть Елена Васильевна, чтобы экономим время. Елена Васильевна, ответьте. Дмитрий, с 1 января текущего года все дома для лиц без определенного места жительства стали государственными бюджетными учреждениями. Поэтому вопрос больше к нам. У наших учреждений, к сожалению, на сегодняшний день есть только юридические адреса. Те помещения, которые есть у учреждений, не соответствуют как раз-таки тем СНИПам, о которых упоминала Анна Корнеевна, и тем требованиям, которые предъявляет Федеральная миграционная служба для того, чтобы таких лиц регистрировать и в этих домах в том числе. Мы упорно искали такое помещение по городу Симферополю, но есть определенные требования, это не должны быть жилые кварталы, жилые помещения, даже это пусть будут подвальные помещения, в котором сегодня зарегистрирован Симферопольский дом. Поэтому те помещения, которые нам предлагались, они требуют больших вложений и длительного ремонта, реконструкции. Это тоже нас как бы не устраивает. А что, у этих ГУПов нет денег, что ли? Ну, это бюджетное учреждение, оно финансируется из бюджета республики. Так нам рассказывают, что у нас столько денег, столько миллиардов уже там где-то, что… Нет, коллеги… Ну, в соотношении этих денег никогда много не бывает. Это первое, и должна быть, конечно, программа, это нужно включить, это не так просто, коллеги, чтобы взять и вот, это же деньги не из кармана мы у кого-то… Деньги из кармана, что должно быть целевое использование. Да, вы не можете использовать эти определенные ваши обязательства. Это совершенно иное. Во-первых, эти дома, они предназначены только для того, чтобы люди там получали временную регистрацию, дома предназначены действительно для того, чтобы они помогали лицам, которые попали в определенные жизненные трудные обстоятельства, в том числе и такие лица, которые находятся в больницах. Социальные больные, социальные койки, они не должны занимать эту койку, потому что это идет, соответственно, и финансирование, и медицинское страхование, на которое они права, возможно, не имеют. У них нету большинства своих документов, и поэтому в доме, так называемом, бомжатнике, эти люди должны находиться на тот период, пока социальные работники им помогают оформить документы. Если это трудоспособно… Но этот приют был на какой улице, я вот… Приют был на улице Училищной, в свое время город, это единственный был город в республике, который первый создал такой приют для бездомных лиц, на Училищной 40, оно полностью было приспособлено, кстати говоря, оно отвечало даже тем требованиям, которые сегодня предъявляет ФМС, но общественные организации в свое время выступили с инициативой о том, что зачем для бомжей такое помещение, когда их там нет, просто этих бомжей. Это помещение дали сегодня тоже социальной категории, это дети-сироты там сегодня проживают, и они тоже имеют право на получение жилья. Мне кажется, это даже тема отдельной передачи, правда, потому что это можно и подснять, и заснять, и людей пригласить, и кому-то помочь. Я думаю, что мы это… Правительство принимает все меры для того, для поиска такого помещения, где мы сегодня могли бы максимально быстро организовать прием граждан и вести регистрацию, и вот для таких граждан, которые сегодня нетрудоспособны находятся в больнице, чтобы мы могли на этот период их туда забрать, оформить документы и поместить в тот же дом-интернат, либо, если это трудоспособный гражданин, оформить для него тот же паспорт, найти работу, и чтобы он ушел в социум, вышел в трудной жизненной ситуации. Мы с вами в ВКонтакте находимся постоянно, поэтому я предлагаю вам, если будут какие-то подвижки по этому вопросу, сообщайте, давайте сделаем эфир, правда, пригласим. Антон, у меня вопрос, Александр, пардон, к вам. Жители Симферополя звонят, Лермонтова, 18, инвалид, колясочник, двор разбит, проехать невозможно, тяжело подняться на бордюр. Можно ли сделать дороги по улице, Лермонтова спрашивает. Мне тоже обязательно нужен контактный телефон. Конечно, к большому сожалению, хочу констатировать, что междворовые проезды у нас за все то время, которое, собственно говоря, там мы находились, и отсудного финансирования, которое он нам выделял Киев, конечно, они находятся в неудовлетворительном состоянии. Мало того, даже смотрели мы с вами видеоролик о городе Саки, который приспособлен, и то даже люди на инвалидных колясках некоторые говорили, что и там есть эти проблемы. То есть вот эти проблемы, они, я так понимаю, каждому муниципальному образованию присущи. Но вот в конкретном случае я готов. Мы попросим, да. Да, пожалуйста, если дадите мне телефон, мы отреагируем и попробуем чем-то помочь. Александр, пересаживай. Дим, у тебя вопросы к Александру Геннадьевичу. Я ремарку хочу нашим телезрителям попросить их, когда вы звоните и задаете вопросы или просите помочь, оставляйте контактные телефоны, потому что сейчас у меня нет ни имени, ни отчества, ни контактного телефона, по которому можно с вами связаться и реально помочь. Пожалуйста, Дим. В интернете люди тоже начали писать. Вот Марат из Симферополя интересуется, пишет, что в последнее время, последний месяц слышно о такой инициативе, как социальное такси в городах Крыма. Вот работает ли сейчас социальное такси в Симферополе? Пожалуйста. Социальное такси в Симферополе на данный момент работает. И в чем заключается, я сейчас единственное только телефон на память не помню, мы обязательно, я думаю, его дадим, этот телефон. В чем заключается смысл этого социального такси? Что это не только люди с ограниченными возможностями, но и наши ветераны Великой Отечественной войны, они могут набрать телефонное управление труда и соцзащиты, вызвать себе такси, записаться в очередь, вызвать себе такси и доехать до места назначения. Это такси ждет и привозит обратно. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое, присаживайтесь. Если вспомним номер телефона, Дим, еще есть вопросы? Я Елену Васильевну хочу пригласить к микрофону, и тогда пожалуйста, Елена Васильевна. Последний вопрос. Елена Романовская, министр труда и социальной защиты Республики Крым, окончила Запорожский машиностроительный институт, специальность машины и технологии литейного производства. Работала учителем черчения, была менеджером по сбыту продукции, исполнительным директором научно-производственной фирмы «Центр», затем ведущий специалист управления по делам инвалидов, ветеранов войны и труда. Заместитель начальника отдела по делам инвалидов, ветеранов войны и труда. Министерства труда и социальной защиты. Работала в Крымском парламенте, обеспечивала деятельность постоянных комиссий. Заслуженный работник социальной сферы Крыма. Спасибо большое, Елена. Еще раз здрасте. Добрый день. Здесь находится в аудитории большинство людей, которых я знаю, с которыми мы тесно работаем уже второй десяток лет. Это активисты общественного движения и многие программы мы с ними реализовали. Но я хочу сказать, что сегодня в Крыму действительно мы уже, государство намного стало ближе к лицам с ограниченными физическими возможностями. Очень близко мы подошли к реализации программы «Это была наша мечта в Крыму», когда создавался комитет доступности и очень много в прошлой жизни действительно набиралось различных законодательных актов, нормативно-правовых актов, которые просто не реализовывались в жизни, потому что не было финансирования. И сегодняшняя аудитория об этом тоже говорила. Сегодня, слава Богу, все с точностью наоборот. Все нормативные акты, которые принимаются для людей с инвалидностью, они подкреплены обязательно финансово. Другого быть не может. И мы реально подходим к планированию сегодня уже бюджета на 2016 год. И уже говорили сегодня о реализации программы «Доступная среда». Так вот, программа реализовывалась и в прошлом году, для нас это было новое, но мы успели хоть немного что-то сделать. И с гордостью говорим о том, что в том числе и в нашем министерстве есть уже пляж, который с 12-го числа функционирует в Евпатории. Пляж «Лучший в мире». Я еще раз, и я всегда буду это повторять, это повторяют депутаты. Да, о нем, кстати, много говорили, но не воплощали в жизни. Вот тут это, конечно, очень удобно. Сегодня руководителем учреждения, которое реализовывало это мероприятие, вместе с инвалидной общественностью Крыма, был открыт уже пляжный сезон на этом пляже. Были спущены на воду коляски-амфибии, которые позволяют инвалидным колясочникам, которые не могут управлять коляской, не могут самостоятельно плавать в море, не могут принимать процедуры морские. Это тоже для людей абсолютная доступность. Сегодня в Крыму будут реализовываться еще несколько программ по адаптации пляжей для инвалидов. Это пляж в городе Евпатория, городской пляж. Предлагался пляж города Саки, но сегодня вот уважаемый глава администрации говорил уже о ФЦП, о реализации этой программы, и в том числе в эту программу будет включен городской пляж города Саки. Сегодня обновляется паспорт Новофедоровского пляжа, который будет адаптирован и включен программу доступности 2015 года. На нем будут установлены спортивные площадки для занятий спортом именно для инвалидов. И пляж в Бахчисрайском районе. Это не последняя наша реализация программы. Конечно, все объекты выбирались с помощью общественных организаций инвалидов. При этом по программе «Доступная среда» в прошлом году были обучены группы, в том числе и руководители общественных организаций, инициативные группы общественников, для того, чтобы они могли самостоятельно паспортизировать объекты в любом городе, районе Крыма. Поэтому наши общественники очень много знают про программу «Доступная среда» и про те требования, которые сегодня предъявляются для доступности. Но я хочу сказать, что «Доступная среда» — это не только архитектурная доступность, и мы об этом всегда говорим. Это прежде всего доступность информационная, доступность получения образования, доступность медицинских услуг, доступность реабилитации в любых его видах, потому что мы сегодня говорим о реабилитации, не только асоциальной, это медицинская реабилитация в первую очередь, потому что любой гражданин, который получил ту или иную травму или какое-то заболевание, и на первом этапе, когда должна включиться медицина и дать ему необходимый комплекс реабилитационных услуг, возможно, этот гражданин даже выйдет уже из этого реабилитационного центра без инвалидности и будет нормальным членом общества, здоровым, и таким образом он сам себя будет еще чувствовать лучше в нашем обществе. Спасибо. Я вижу руки в зале, но давайте мы позволим все-таки задать вопрос телезрителей, те, кто не смог это сделать. Дим, пожалуйста, и у меня еще вопросы. Да, есть еще вопросы. Блиц-опрос такой, Елена Васильевна. Вот пишет нам Алла из города Ялты, хочет заострить внимание на такой категории инвалидов, как женщины, перенесшие операцию по односторонной мастектомии, удаление грудной железы. Пишет, что сейчас в связи с законом, с приказом Министерства труда и социальной политики от сентября 2014 года эти женщины лишились льготы на получение бесплатного протеза и белья к нему. Хотя ранее всегда неоднократно подчеркивалось, что все льготы, которые были у крымчан ранее, будут сохранены. Вот спрашивают, почему лишились и можно ли как-то этим женщинам помочь. Потому что проблема деликатная, может быть, поэтому она так часто не поднимает. Я сейчас зачитаю, и в Керчи инвалид второй группы потерял ногу в 2013 году, третий год, не может сделать протез, одна треть голени. Кому обращаться... Немножко разные виды протезирования. Значит, у нас сегодня в студии находится руководитель общественной организации с женщин-инвалидов, который как раз таки занимается вопросами Аллы. Анна Корнеевна прокомментирует, потому что она в прошлом году вплотную занималась вопросами обеспечения протезирования такой категории женщин. А Алла Корнеев в двух словах. Спасибо. Я с 2006 года этим занимаюсь, реабилитацией и обеспечением арт-реабилитации, так называемый, подбор протезов и так дальше. С 1 января 2015 года, этого года, мы перешли на российское законодательство. Самое интересное, что в российском законодательстве вообще нет такой категории, как женщины после мастектомии. И получилось так, сейчас я объясню быстренько. Значит, получилось так, у кого из женщин оформленная инвалидность, те идут, документы сдают в фонд социального страхования и их обеспечивают. Их обеспечивают. Все, мы объяснили, куда. У кого не оформлена инвалидность, но они перенесли операцию благодаря Аксенову, благодаря Романовской Елене Васильевне. Мы имеем сегодня крымский бюджет и предприятие Афалина, наше предприятие обеспечивает протезами на тех условиях, которые были до этого. Спасибо. Спасибо большое. Я зачитаю вопросы. Нет, простите, мы не можем, у нас правда не так много времени, мы уже, давайте мы озвучим вопросы других людей. Вы меня слышите? Да, слышу. Хорошо, давайте мы озвучим вопросы все-таки других людей. Алла, пусть оставит телефон, мы ей объясним, куда нужно обратиться с ее проблемой. Улица Ракетная, обращались к Бахареву, безрезультатно, есть номер телефона, пожалуйста, по поводу дорог. По поводу дорог, то, о чем говорили, мы просили на улице Лермонтова, просили координаты, тоже человек прислал. По поводу Керчи, тоже протезов половина голени, как получить? Протезирование с 1 января, все процессы обеспечения техническими средствами реабилитации относятся сегодня к фонду социального страхования, это их функция. Значит, для меня удивительно, почему третий год человек не может получить процесс. Протез у нас функционировал до последнего Симферопольское протезно-ротопическое предприятие, изготавливало протезы, не надо было никуда выезжать за пределы Крыма. Возможно, какой-то специальный. Куда обратиться человеку, скажите? Сегодня, к сожалению, предприятие пока не работает, но в любом случае нужно обратиться в фонд социального страхования со своей программой реабилитации, встать на очередь, и, возможно, для этого инвалида будет сделано направление на другое предприятие, которое есть в Крыму, это в том числе могут быть и частные предприятия, которые выигрывают тендеры на выполнение таких работ. Елена Анатольевна, инвалид второй группы, Конкин Владимир, благодарность Министерству соцзащиты выражает, но говорит, что нужна помощь в лечении ребенка Симферополь, у ребенка хроническое заболевание почек. Это к вам или к Александру? Наверное, к Минздраву. Не знаю, без координатов. Да, мы возьмем координаты, конечно же, передадим Минздраву. Сын инвалид первой группы по зрению. 7500 тысяч пенсии у матери отказывают в уходе за инвалидом. Объясняют тем, что не положено. Красно-Перекопск. Скорее всего, ну это индивидуальный вопрос, надо разбираться, потому что... Опять же, без координатов, ставьте координаты. Да, надо ставить координаты, потому что, скорее всего, они обращаются, если это первая группа, то в любом случае это осуществляет пенсионный фонд, если другая группа, надо обратиться в управление соцзащиты к нам, выяснить этот вопрос. Потому что сегодня все уходы за инвалидами, ничего не снималось, все это продолжает осуществляться либо за счет средств федерации, либо за счет средств республиканского бюджета. Была поставлена задача сохранить все. Мы старались сделать все, чтобы максимально было сохранено. Мать трех детей получала на третьего ребенка примерно 4000 рублей. Последний месяц выдали всего 500 рублей, и все. Почему так? Ведь обещали, что все пособия, что были при Украине, сохранятся. Она просто, очевидно, получила 500 рублей по уходу за ребенком, не получила еще свое пособие по рождению за ребенка. Скоро получит? Да, да, уже деньги все поступили на банковские счета и на почтовое отделение. В ближайшие дни пусть обратится, она получит. Елена Васильевна, у меня еще к Андреевкину есть пару вопросов. Я предлагаю вам присесть. Спасибо вам большое. Извините, что... А можно я обращусь к аудитории? Обращайтесь. Я вообще хочу вам сказать спасибо большое, что пришли. У нас как-то до эфира вот получилась какая-то недомовка, кто знает, кто не знает. Вы никогда не отказывали в эфирах. Еще раз я прошу со своей стороны, может быть, прощения. Спасибо, что пришли. Приходите еще. Пожалуйста, обращайтесь. Приглашайте. Пользуясь эфиром, я просто хотела обратиться к инвалидам общего заболевания, которые проживают в Республике Крым, с просьбой, особенно третья и вторая группа. Я уже второй раз на этой неделе обращаюсь к такой с просьбой. И сегодняшний прием граждан показал о том, что все-таки инвалиды мало информированы, о том, что те инвалиды, которые никогда не получали льготы на коммунальные услуги, это третья и вторая трудоспособные группы, сегодня они являются федеральными льготниками и получают свои льготы за счет федерального бюджета. Но, к сожалению, мы не можем предоставлять эти льготы в связи с тем, что эти инвалиды не обратились в управление соцзащиты, у нас нет их лицевых счетов, на которые мы можем оплачивать их коммунальные услуги. Поэтому я прошу, пожалуйста, прийти инвалидов, если они не могут прийти, кто-то, может быть, из общественных организаций подставит нам плечо. Мы старались и территориальные центры тоже попросить, чтобы они обошли по возможности лежачих больных. Собрали копии паспортов, копии СНИЛСов и копии лицевых счетов, справки о составе семьи. Это все, что нам необходимо для того, чтобы мы внесли вас в базу данных и смогли в электронном обмене рассчитываться за ваши коммунальные услуги. Вот такая у меня была просьба к инвалидам. Спасибо большое, Елена Васильевна. Присаживайтесь. Андрей, люди ИСАК негодуют по поводу очередей в поликлиниках. Нам нужно было сегодня в Минздрав все-таки приглашать, мне кажется, на нашу передачу. Инвалид первой группы, колясочник, инвалидность при исполнении, буревестник, санаторий, ездили по бесплатным путевкам. Как можно теперь в России получить бесплатные путевки? Ну это, наверное, Елена Васильевна, наверное, к вам. Фонд социального страхования для инвалидов. Также подавать заявление? Абсолютно верно. Надо обратиться в фонд социального страхования. Путевки есть. И просто необходимо встать на очередь. Спасибо. САК и инвалид первой группы не можем добиться выплаты донорской помощи. Ничего не делают для инвалидов. Очень ждем Аксенова, говорят. Пожалуйста. Я не думаю, что главу республики ждать для того, чтобы оказали им помощь. Надо обращаться по месту и в администрацию. Если есть вопросы в здравоохранении, то в здравоохранении хочу сказать следующее, что от таких обращений, последние обращения были на Владимира Андреевича по поводу, что была неудобность Евпатория и Симферополь, где продлевали группу инвалидности. Что МСЭКи эти были в других городах. Буквально вмешательство, скажем так, председателя госсовета с 1 июля в САКах открывают. Второй вопрос. Нет пандусов, нет тех условий в той же больнице для людей с ограниченными физвозможностями. То же самое. Люди обращаются, общественные организации провоцируют ситуацию эту. Мгновенно рождаются мероприятия. Просто она более активно участвует в своей судьбе. Чтобы вас услышали. То, о чем мы говорим. Спасибо, что вы слышите людей. Спасибо, что вы помогаете. Но, кстати, по поводу МСЭКов, конечно, еще руку предложила и Крымская газета. Мы делали ряд публикаций по поводу того, что нет в других городах. Поэтому это не только ваша, конечно, заслуга. Спасибо и вам. нашего брата. Дим, пожалуйста, итоги интерактивного голосования. Прежде чем подвести итоги интерактивов, я бы хотел озвучить. Нам написал один из телезрителей. Его зовут Артур. Пишет, что крымский производитель готов выделить необходимое количество гипсокартона семье из вашей передачи с маленькими детьми для ремонта. И номер оставил. Мы обязательно этот номер передадим. Это конечно. Большое спасибо, Артур. Спасибо, Артур. Огромное. Давайте теперь посмотрим результаты опроса. Итак, в интернете мы задали вопрос, чего, на ваш взгляд, не хватает людям с ограниченными физическими возможностями для нормальной жизни в Крыму. Выбрали варианты льготы пособия от государства 26,5%. Удобство передвижения в общественных местах 38%. И понимание со стороны людей общения на равных 35%. То есть всего понемножку. На самом деле, наверное, всего понемножку не хватает. И понимание, и удобство передвижения. И я попрошу вывести на экран результаты телефонного опроса. Ну что ж, насколько в нашем обществе развита традиция заботы о более слабых. И мы видим, что 72% большинство подавляющее ответило, что всех нужно воспринимать на равных. Активные телезрители у нас сегодня, что приятно. больше 3,5 тысяч. Ну что ж, это значит, что гуманные традиции в нашем обществе еще развиты. Есть, есть, в чем помогать. И люди готовы помогать. Это прекрасно, я думаю. Спасибо большое. Таковы результаты сегодняшней программы. Вы смотрели ток-шоу «Все как есть». Я, Мария Волконская, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Увидимся в следующий четверг в 20.00 в прямом эфире. И помните, что только в нашей программе мы показываем и рассказываем все как есть. Всего вам доброго. Аплодисменты. 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 Ну что, поехали? Аплодисменты. 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 Ну, вы знаете, конечно, сейчас трудно оценить и сказать мне с точки зрения, что все хорошо. Конечно, город работает в этом направлении, но проблем, конечно, у нас очень много и над ними нужно работать. Сказать, что мы уже все сделали, однозначно не можем. Здесь в первую очередь медицинская реабилитация, которая позволит инвалиду или лицу с ограниченными возможностями стать хотя бы частично здоровым, а возможно и вообще снять группу инвалидности. То есть в первую очередь это медицинская реабилитация. Конечно, здесь вопросы доступности архитектурной, вопросы информационной доступности, доступности образования. Я на это надеюсь. что прислушаются, поймут и войдут в наши проблемы и наконец начнут ими заниматься. врачи и врачи и Прежде всего я ожидаю честности. И итогом данной программы те проблемы, которые люди говорят на кухне, будут говориться публично. И те вопросы, которые люди задают власти, они прежде всего начнут задавать себе с точки зрения кто ответственен. Я думаю, что ответственные все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если мы сегодня рассматриваем доступность и выполнение всех федеральных законов, всего федерального законодательства в этой сфере, то я думаю, что САКИ это самый приспособленный округ в республике, это точно. Но думаю, что мы можем посоревноваться и с городами Российской Федерации, насколько у нас сегодня и толерантно относится к людям с ограниченными физическими возможностями. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин